Два слова скажем о военно-политической обстановке, которая происходит в нашей стране и вокруг нее. Нас, конечно же, интересует встреча, вчерашняя встреча нового премьер-министра Великобритании и президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Ну, вчера, пока встреча проходила, Кирби, это у нас представитель Белого дома, относится к Голубям мира, то есть партия мира, а не войны, он сделал заявление, что США не планируют сегодня, то есть вчера, вот в ходе этой встречи, объявлять об изменениях в разрешении на использование Киевом американского оружия для ударов вглубь Рашистской Федерации. Также он добавил, что Белый дом серьезно относится к словам Путина о том, что снятие ограничений на удары по России будет означать прямое вовлечение НАТО в войну. Но тут очень интересный нюанс. Байден заявил, что не воспринимает версию Путина о том, что использование штурмшедов для ударов по целям в России будет равносильно началу войны НАТО с Москвой. То есть Кирби, как всегда, попал в просаг, получается, потому что Джо Байден заявил, что ему пофиг, что сказал нелегитимный Путин в отношении там угроз или ядерных угроз. Но про это вообще Бернс, директор ЦРУ, сказал, что риск применения ядерного оружия сегодня со стороны Рашистской Федерации минимальный. Да, они могут, там один депутат Государственной Думы сказал, что давайте взорвем ядерную бомбу где-нибудь. С 90-го года не проводится ядерных взрывов на нашей планете согласно мораторию на испытания ядерных вооружений. Ну вот они решили. И хотят рассмотреть вопрос. Ну это опять же заявление, вы же понимаете, это заявление одного из депутатов Государственной Думы. И насколько оно адекватное и объективное, судить очень сложно. Я думаю, что это просто вот сказали, иди и ляпни там, и он пошел и ляпнул. А реально вытащить ядерный боезаряд с мест хранения, доставить его тут, даже тактически доставить на полигон, и там подорвать, ну это, я думаю, не понравится никому в мировом сообществе, даже союзникам и странам, поддерживающим расширскую федерацию. Особенно Индия и Китай. Это две страны, которые в принципе вдвоем могут задушить, или каждая отдельно может просто задушить расширскую экономику в считанные недели даже. Ну, не будем говорить дни там, залихватские, а вот в считанные недели это точно может. Вот, так что я думаю, что Россия просто опять-то махает ядерной дубиной. Ну, видите, в Соединенных Штатах это уже воспринимается, ну, отдельные, конечно, представители типа Белодон, типа Кирби, Голубя Мира, они до сих пор боятся. А уже даже Джо Байден сказал, что да, ну, что там мог ляпнуть Путин. Кстати, Байден тогда еще в начале, когда пошла позиционная война, началась в 23-м году, летом, как говорили некоторые обозреватели, что война якобы зашла в тупик, иначе мы возвращаемся в Первую мировую, переходим к позиционной войне. Байден тогда еще сказал, что если Путин хочет попробовать войну на истощение, то пусть попробует с коллективным Западом. Кстати, США и Британия, ну, считается, Guardian пишет, что вроде как разрешили Украине бить ракетами Штормшедов вглубь России, но пока не хотят об этом объявлять. И это написала Guardian после встречи британского премьера и американского президента. В свою очередь, другое издание, PBC News, пишет, что заявление о разрешении бить ракетами по территории Рашистской Федерации прозвучит тогда, когда первая ракета прилетит по территории Рашистской Федерации. Ну, тут есть один нюанс. Нюанс состоит в том, что разрешили, не разрешили. Нюанс состоит в том, что ракет у нас этих практически не осталось. Все, что нам передавали, мы все уже израсходовали. Поэтому нам нужны ракеты и, естественно, тогда мы посмотрим, будут взрывы на территории Рашистской Федерации или не будут. Ну, думаю, что будут. Во всяком случае, и французскими Скальпами, и британскими Штормшедов. Германия открестилась. Шольц в очередной раз подтвердил, что Таурусы передавать не будет. Ну, и про Атакмсы мы уже там тоже с вами говорили. Я говорю, что такое впечатление, что либо у Байдена на крючке у Путина, либо это и какой-то договорняк между Байденом и Путиным. По-другому это объяснить такое упорство Байдена, а не применять американские ракеты, объяснить невозможно. Далее, Байден просит продлить срок предоставления 5,9 миллиарда военно-технической помощи Украине. Это пишет The Hill. Администрация, ну вот то, что говорили, что 30 сентября заканчивается финансовый год, и с 1 октября начинается новый финансовый год. Так вот, это почти 6 миллиардов долларов, которые не использованы до сих пор из той суммы 62 миллиарда, которая выделялась согласно законопроекта, точнее, законопроголосованного Конгрессом Соединенных Штатов. Так вот, чтобы эти деньги не сгорели, надо, чтобы Конгресс проголосовал о продлении полномочий по вот этой программе PDA. И администрация Байдена уже обратилась в Конгресс с просьбой включить продление президентских полномочий по сокращению вооружений программы PDA в Украине до 2025 года, чтобы сделать доступным примерно 5,9 миллиардов долларов после 30 сентября. Срок использования этих денег истекает, как я уже сказал, с наступлением нового финансового года. Ну, у Конгресса есть еще две недели, то есть половина месяца, я думаю, что за две недели вполне можно проголосовать это продление, чтобы США могли нам спокойно на эти деньги поставить оружие. Далее, прокуратура, Генеральная прокуратура Украины заявила о том, что расисты принудительно вывезли из Украины более 19,5 тысяч детей. Это действительно очень сложные дела, сложные производства. Мы располагаем информацию о более 19,5 тысячах детей, принудительно вывезенных в Рашистскую Федерацию, в Беларусь и на временно оккупированные территории. Рашисты кичатся гораздо большими цифрами. Безусловно, мы проверяем эту информацию, отметил Генеральный прокурор Украины. То есть, это работает и в списке эти составляются, будем требовать возвращения. Кстати, именно за это на Путина и детского обучсмена Рашистской Федерации выписаны ордеры на арест Международным уголовным судом. А такие страны, как Монголия, просто плюнули на весь римский клуб. Кстати, Украина объявила политический демарш Монголии за такое по отношению к международному праву. В то же время Генеральный прокурор рассказал, что в настоящее время уже удалось вернуть около 900 детей, которые были принудительно депортированы. Также глава офиса отметил, что в последний раз такие преступления в отношении детей совершали нацисты во время Второй мировой войны. И что самое страшное, то что время играет против нас. Детям выдают расистские паспорта, меняют их данные и перевоспитывают в духе расистской пропаганды. Затягивают в юнармию и там другое. Меняют историю, подменяют. Ну, короче, фактически запрещают использовать родную речь, ритм, мову, а заставляют говорить на российском языке. Вот это самое страшное. То есть ломает психику наших детей. Далее, МВФ объявили о том, что они хотят поехать в Москву и продолжить работу с Российской Федерацией. Так вот, 9 европейских стран выразили протест против плана в МВФ возобновить работу миссии в Рашистском Верефе. Мы хотели бы выразить наше решительное недовольство подобными планами МВФ, говорится в письме министров финансов Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Исландии, Дании, Норвегии и Польши. На имя главы МВФ Кристаллины Георгиевой. В письме говорится, что Рашисты, как страна-агрессор, не должна пользоваться советами МВФ. Авторы считают, что если МВФ реализует свои планы, это уменьшит готовность стран-доноров поддерживать Украину из-за инициативы МВФ, поскольку доверие к фонду будет подорвано. Также говорится, что любые данные, которые Рашисты предоставят МВФ, будут подвергнуты цензуре с целью показать, что экономика Рашистской Федерации хорошо развивается и противостоит западным санкциям. Это сделает оценку МВФ неточной. Москва также будет использовать миссию в своих пропагандистских целях и это нанесет ущерб репутации МВФ, говорится в сообщении. Ну да, действительно, получается, что они готовы финансировать. Кстати, Рашисты уже начинают признавать, что у них идет спад, экономический спад начался. Росстат именно об этом говорит, что во втором квартале текущего года начался экономический или уменьшение объемов производства. Вот так они это сформулировали. Так что, ну я считаю, что МВФ там абсолютно нечего делать, но посмотрим, как они себя поведут. Далее, в ключевых штатах в Америке начинает появляться реклама Камалы Харрис в поддержку Украины. Об этом сообщает политика. Как пишет издание, она направлена на американцев, у которых есть корни и в Восточной Европе. А таких, да, довольно много. И они говорят, голосуйте за поддержку, за Камалу Харрис и вы голосуйте за поддержку Украины. На что Трамп сказал, что вы, типа, если вы голосуете за Харрис, вы голосуете за войну. Но при этом добавил, что если надо будет воевать с Россией, то мы будем это делать. То есть, он противоречит сам себе. Видно, что он в роспаче, он не знает, что делать дальше после такого гигантского, я бы сказал, или не гигантского, сильного, вот давайте сформулируем так, сильного поражения в дебатах с Камалой Харрис. Международный Красный Крест показал нам свое истинное лицо, а оно реально двойные стандарты. Настолько руководство Красного Креста, международного, настолько, ну, наверное, куплено Российской Федерации. Или коррумпировано, скажем так. Потому что, смотрите, 12 сентября в Донецкой области два автомобиля с гуманитарным грузом Красного Креста, принадлежащие Красному Кресту, и груз, и машины. И сотрудники Красного Креста попали под артиллерийский обстрел со стороны российских оккупационных войск. Об этом знает весь мир. Эта новость облетела все газеты. Но сутки молчал Красный Крест международный, а потом сделал заявление, в котором побоялся назвать виновника этого происшествия. То есть даже гибель трех сотрудников Международного Красного Креста, потеря транспорта и обозначением, с эмблемой Международного Красного Креста, я не знаю, каким надо быть человеком или руководителем, чтобы сделать такое заявление. Он написал, что для нас не так важно назвать каких-нибудь виновных. Важно сделать так, чтобы это не повторилось в будущем. И знаете, что они сделали? Они свернули свою работу в Донецкой области. Вот что сделал Красный Крест. И так на него нареканий в отношении наших военнопленных, они абсолютно палец о палец не ударяют. Ну видно, что Россия полностью руководит работой Красного Креста на территории, во всяком случае, нашей страны. Ну а в своей стране они вообще там творят, что хотят. И Красный Крест идет на поводу у Рашистской Федерации. Даже смерть сотрудников, еще раз повторюсь, трех сотрудников Красного Креста не дает основания руководителям назвать виновника этого убийства сотрудников такой международной организации. Фактически они умножают на ноль престиж именно Красного Креста, международного Красного Креста, как гуманитарной, международной гуманитарной организации. Вот такой вопиющий случай произошел в Красном кресте международном.